Салют всем, с вами Мастхед, это новый пятничный дайджест. Сегодня мы слушаем Морген Штерна, вместе с Арутом и ЛДЖМ новый трек «Не Прада», плюс, блядь, Херон Уотера слушаем, его новый трек. И мы слушаем, я думаю, «Пирокинезис» трючок, потому что мне нравится, что он делает. Вот, а то, что мы не будем слушать на Ютубе, мы послушаем обязательно на Бусти, там есть реакция на пару треков с альбома ЛДЖМ, там есть Драгонборн, там есть Гетто Гарден, там есть много чего, ссылочка будет в описании, я думаю, туда же выпущу делюксные треки с альбома Лил Драг Хила. Поэтому на Бусти много контента, всего за 69 рублей в месяц, это 2,20 рубля в день. Подписывайтесь, ссылочка будет в описании, также перед просмотром подпишитесь на канал, кто еще не подписан, поставьте лайк, давайте наберем косарь лайков под этим видео, а? Осилите? Осилите? И комментарий, минимум из четырех слов для продвижения. Давайте стартовать с трека Моргена, Арута и ЛДЖ, который вышел, между прочим, на 8 марта. Просто я решил его не слушать и оставить для дайджеста. Я не узнаю твоего взгляда, взгляда, взгляда. Приятно звучит. Такой попсовенький, пиздострадательный трючок, но он прикольно звучит очень. С тем, кем я был, я даже не похож. Я тебе вру, ты себе тоже врешь. Теперь могу купить все то, что ты хотела, но ты не купишься на это. Сказать тебе всю правду, последний мой подарок. Я ничего не надо, Мне нужны не правда, не правда, не правда. Я не узнаю твоего взгляда, правда. Дядка, да, мы вместе, но не рядом, мы не рядом. Я бы мог тебя любить, если бы был другим. Оборвал бы руки твоему стилисту и визажисту, но я решил просто уйти. Пусть твоя мама и собака живут в нашем доме на Истре. Приходишь в штрафы на машину, значит, ты куда-то едешь. Я полгода не в России, а ты пишешь, что скучаешь. Блин, прикольный третчок, прикольный на самом деле. Он приятно звучит. И есть какие-то темки, за которые можно зацепиться по тексту. Все, что от нас осталось, Лишь комбинация из клавиш. А нас переживало, как две пластинки орбит с арбузом. Теперь наш ужин, дружеский ужин. Палки и суши, иногда только суши. Больше никто для нас не станет первой женой. Кстати, тут припев от Моргена и МВП, мне кажется, по треку. Потому что Рут и ЛДЖ прикольные сделали куплеты, но Морген что-то прям как в лито здесь звучит. Он максимально вот прям попал в вайп. Для ничего не надо, надо. Мне нужны неправды, неправды, неправды. Я не узнаю твоего вклада, так. Девка, да, мы вместе, но не рядом. Мы не рядом. Окей, окей. Да блин, этот трек точно лучше, чем предыдущий трек, допустим, Моргена с Мэджик Мэном, по-моему, да, он был? Он гораздо интереснее, он текстонаправленный, со своими какими-то сторителлингами, неважно из жизни или просто какие-то придуманные образы. У ЛДЖ, скорее всего, из жизни, у Арута не знаю, тоже вполне возможно. Плюс припев Моргена, который очень гармонично и целостно здесь звучит, круто вписывается в трек. Куплеты хорошие, но они ничем не выделяются. В некоторых моментах как будто они так немного ломают ритмику, там, смены рифмы, поэтому типа звучит как-то так не очень сладко, не очень гладко. Но в целом типа тречок просто хороший. Я бы не сказал, что он там какой-то невъебический. Он прикольный, атмосферный, но не вау, не вау. То есть это где-то, ну вот, для меня это типа 7-8 из 10. Наверное, даже ближе к семерке, потому что я не могу сказать, что он меня как-то очень сильно впечатлил. Просто хороший, крепкий трек, в котором в некоторых моментах по тексту прикольно, в некоторых там есть косички, так сказать. И не прям хит, как по мне. Просто хороший такой, обычный хороший трек. То есть если бы он на фоне где-то включился, я бы его не стал скипать, но при этом и на репите я бы его гонять тоже не стал. Напишите своё мнение в комментариях по поводу него и идём дальше. Давно ничего, герой в воде у нас не дропал. Последний тречок с Яниксом, да, вышел когда-то месяца два назад. По-моему, в начале января он вышел. После успешного... Ну, всё-таки, наверное, успешной епишки. Не альбом всё-таки, наверное, епишка. Он выпустил фиточек с Яниксом и подзатих, пропал прям с радаров. До этого там что-то регулярно прям дропался. Ну вот новый тречок. В 2033. Я жду пиздатых панчиков охуенного звучания и просто разъёбчик. Потому что, ну, потенциал у него огроменный пиздец. Не сосала богатая тёлка, лэм тёлка, шлюха тёлка. Негор-тёлка, своя тёлка, криш-тёлка. Твоя тёлка, трампа, толстая. Денег много, пушек много, глина много. Нахуй копов, нахуй броков. Придём ночью и убьём тебя. Купим гробик. Да, чё-то розовое в моём капе, это не клитор. Типа фата, ты криви, даже в 2033 будешь ездить на метро. Я тролли лаймов, ещё при жизни, когда они сдохнут, я уже буду мумий тролли. Я на мнении девушка, по сути можно сказать, что я сейчас делал куньи-бро. Утром я хладно кровно убил чало, но вечером волновался до свиданий. Ты ведёшь себя, как трёпка, тебе чудесы дали половое воспитание. По небе голодбинтов, потом вкусил евротик, это спортивное питание. Я нарезал лобб... Но в таком стиле он ещё не выпускался. Интересно. Интересно звучит на агрессии, на таком вот... Голозе он подаёт просто вот так. Это... Кого мне напоминает такую раскладку? На трилпила, да, наверное, немного похоже? По манере и по раскладкам, типа, есть что-то схожее. Спортивное питание. Я нарезал лоббой и выпил его в кровь. Это пиздец, чем вино из Италии. Я раньше был броком, и меня висели такие типы, как я сейчас. Курю громко, не проперев на сон, но когда вы курите, это тихий час. Видел, как охранник из ломбарда, вы уже покурите, это, блядь, мой дикий шанс. Я уверен, что брошу рэп и начну делать шансон, но это будет дикий шанс. Я уверен, что у моего ребёнка будет с рождения толеркадыину. А на дырявых тёлок, бусоров и школу, так же, как и у меня аллергия. При прослушивании твоего пусира поможет начать вырастать вагина. Ты не скрываешь свой потенциал, у тебя его нет, ты не буши, даже водила. Так, у меня те гандоны, они за тебя слишком большие, купися на парични. Я буду кидать алименты, можешь не надеяться на колечко на пальчике. Я дунул и улетел, а это напоминает цикл жизни одуванчика. Я и кучу жих девочек, они потом не могут слушать эмки своих пальчиков. Не, он плотно застелил, плотно застелил, хорошо, окей. Окей. Не могу сказать, что этот трэчок с первого раза разъёбывает, как одаривает, например. Кто не видел реакцию на No Commercial Lyrics, можете посмотреть. Но там прям одаривает, типа, при первом прослушивании вообще жёстко разъебало. Но, опять же, это разные треки по стилистике, типа. И не могу сказать, что этот трек меня сильно впечатлил, но мы получили то, в принципе, наверное, что ждали. Здесь были пару таких панчиков в стиле героя как раз. Там про метро 2020... Блядь, 2033. Потом... Сука, спать хочу уже, всё из головы вылетает. Короче, было много крутых панчиков, которые я выцепил, типа, по реакции, там, на улыбке вы могли бы увидеть это. Вот. Но, опять же, не могу сказать, что этот трэчок прям, знаете, с первого прослушивания залетает, там, в плейлист, в сердечко. Его надо расслушивать. Я думаю, может, что-то выцепится чуть побольше и как будто бы захочется кинуть в плейлист. Но пока что я бы поставил, типа, 7,5-8. Как будто этот дайджест... Прошлый дайджест был прям ёбнутых треков, а этот дайджест просто такой хорошенький. Не прям вау, не прям плохо, просто что-то среднячки какие-то. Не могу сказать, что проходные треки, но и не могу сказать, что они прям какие-то на репит тему. Поэтому для меня это 7,5. Ожиданий, может, было чуть побольше, но в целом... Всё как и представлялось. Но надо расслушивать. Я думаю, если расслушать, есть потенциал у этого трека. Напишите своё мнение в комментариях и гоу пирокинезиса. Я вообще высоко рейчу пирокинезиса, потому что он делает реально крутое музло. Мне очень нравится его слог, как он пишет, как он исполняет. Типа, по сравнению с современной музыкой, он очень такой интересный виток в ней. И его интересно слушать. Типа, есть о чём подумать, есть во что погрузиться, есть интересные метафоры, интересные находки по тексту. Типа, мне как человеку там, который любит покопаться в текстах, интересно слушать пирокинезиса. И плюс, ну, он очень приятно звучит. Поэтому его новый трек, новогодний, мы обязательно послушаем прямо сейчас. Let's go. Ты чё, сука? Спасибо. У географа нет глобуса. Давно не едет нужный мне номер автобуса. Как ни пытаюсь, никак не поймаю фокус. Человечество — это большой попыт в форме амогуса. Блок жирными пальцами от курочки кентукки. Шарики цветные, говорят, хочу пнуть, и то резиновую дрянь. Выбирать непросто, светлый дух, отец и сын, один из них — это импостер. И из раз в раз ты задаёшь вопрос, кто сильнее, чем Христос, и кто древней, чем Зуроаст. В чём мастерство пера? Я пьяный в доске, затираю первокурсница про апокалипсис Петра. Капрический, как когольный, феномально, как гигель. И фундаментально, как стандартная модель. А зима седая, жаль. Снежную накинула на город, я в окно смотрю, созерцаю таль. Тебе дети корчат рожицы, родная. Я пустое место, ты пустое множество рыдаю. Над могилками рыгаю новогодними салатами. На чёрный лёд, как плитки шоколад, старые гробы. Тебе дети корчат рожицы, родная. Я пустое место, ты пустое множество рыдаю. Над могилками рыгаю новогодними салатами. И на чёрной лёдках плитки шоколад старые гробы. Время не трать, не жди. Кто ищет счастье, тот крепко держит лопату. А местные дети не любят играть в снежки. И не умеют лепить снежную бабу. Окей, это отсылка на Гуфа, да? Мне нравится первый куплет с отсылками на Аймунгаз, там и постеров, импостеров и прочее. Типа прикольно, он раскрывает тему. Бабу с подарками бугит жопа. Уехал Дед Мороз туда, где гаморджоба. Я синий, как медноку по русску. Окей, политические отсылочки. Дегаморджоба, я синий, как медноку по русску. Да синей, чем аватар. Какой ещё путь воды, я будто в лодке. Качаюсь петляя путями водки. Свернув тёмную подворотню. Заводя эту песенку новогоднюю. Но поскользнувшись, падая нырнуть. Умудрился головою на холодные трубы и так уснуть. И снежная пудрочка неуклюжая. Попадает на меня, на утречка обнаружили. За ночь заваленная, с укропами до верха. Пьяное мое тело, сотрудница ЖКХ. И я кричу, что в ад холодный, больше ни ногой. Друзья не поймут и скажут, что ад это про огонь. А как по мне, так вполне себе преисподняя. Зимняя депрессия, песенка новогодняя. Тебе дети корчат рожицы, родная. Я пустое место, ты пустое множество. Рыдаю над могилками, рыдаю новогодними салатами. На черной лёд, как плетке шоколад, старые гробы. Тебе дети корчат рожицы, родная. Я пустое место, ты пустое множество. Рыдаю над могилками, рыдаю новогодними салатами. На черной лёд, как плетке шоколад, старые гробы. Короче, что могу сказать. По ощущениям, сегодняшний дайджест, это дайджест треков, где артисты выполнили всё в своём стиле. Но у них есть в этом стиле тречки точно получше. Опять же, этот тречок пирокинезиса хороший. У него почти все треки, на самом деле, хорошие. Просто есть те, которые ты слушаешь, и тебе хочется их репетить, а есть те, которые просто на один раз, типа, заценить, там, с чего-нибудь охуеть, и пойти слушать те треки, которые я тебе хотелось репетить. Вот этот, наверное, больше из такой же истории. Поэтому я считаю, что вот реально, сегодняшний дайджест, это просто хорошие треки у исполнителей, в их стиле вполне. Но не более, чем просто хорошие. И этот трек не исключение. Типа, может быть, у меня, конечно, настроение не то, из-за того, что я хочу спать, но по ощущениям это никак не влияет. Потому что я могу понять, что, если я, допустим, зарепичу этот тречок, вряд ли он мне все равно зайдет, как, там, какая-нибудь герметика, там, не знаю, верю в неизбежность зла, приэтр был прав, ну, короче, большинство треков с нового альбома пирокинезиса. Поэтому я бы тоже поставил семерочку, наверное. Просто мотив, мотив трека не заедающий, я бы вот так сказал. Когда он может делать мотивы, которые будут очень круто и западать в голове, и интересны будут очень по тексту. Но этот тречок просто хороший. Как и все в этом дайджесте, в принципе. Напишите свое мнение по поводу этого трека, по поводу всех треков в комментариях. Подписывайтесь на Boosty, туда выйдет, я думаю, много эксклюзива, которая не вышла сегодня на канал, допустим. Точно, я думаю, мы сделаем реакцию туда на Deluxe от Lil' Draghilla. Мы, возможно, послушаем новый трек Бушида. Может быть, что-то еще. Но посмотрим. На Telegram подпишитесь, напишите в комментариях, что вы хотите увидеть на Boosty. На канал подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Ну а так вообще, с вами был Must Head. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok